Всем доброе утро! Для кого-то она добрая, для кого-то нет. Прошла ровно неделя. С вами это, как я начала записывать влог, и просто погода в ту субботу и в эту. Это, конечно, что-то с чем-то. В общем, рассказываю историю. Я иду в универ. Так случилось, что у меня вторая суббота подряд выходные, то есть свободно, и, значит, я иду в универ. Я, значит, собралась рано, 20 минут еще ждала, просто тупила. Не знаю, как вам слышно, но, короче, я ждала-ждала. Потом уже все, в коридоре стою, а куртки нет ни одной моей. И все, я в шоке, потому что одна у Антона в машине, вторая в Москве, в другом доме. А мне-то в чем идти? Едем в свитере в одном. Короче, надела пальцу и шарф. Надеюсь, не знаю, невозможно. Ну, выгляжу, конечно. Не знаю, как. Так себе. Еще у меня электричка либо 8.09, либо 8.29. 8.09 рано, 8.29 поздно. А еще я еду не одна. Наш друг Степа, он тоже учится в моем универе. Мы учимся в МЭИ. Фух. И он меня ждет, ну, будет ждать на станции. Мы в тот раз с ним встретились и, это. И, короче, решили сегодня тоже поехать вместе. Сейчас за кофе зайду, хоть что-то приятное за сегодня. В эту погоду, конечно, вообще неохота ехать, особенно своим ходом. Не знаю, надеюсь, меня хорошо слышно. А у меня, ради того, что я говорю и иду быстро, мне уже бог болит. Так что давайте закругляемся. Да, трэш. Я шла с зонтом под дождем, и у меня порвался пакет. Он просто был весь мокрый, он порвался, все вылетело. Я пошла дальше. Мне люди говорят, девушка, типа, у вас упало. Просто все мои лекции. Так, просто вообще, все мокрое. Мы опять приехали между первыми парами покушать. Тут вот каток, хоккей. Короче, я буду есть опять то же самое. Крошки-гарбочки. Что ржешь? Да, я снимаю, что? Я уснула после того, как приехала. Я поела, посидела там в телефоне. Так, у меня вырубился, естественно, телефон, когда я записывала для вас кадр уже пару часов назад. Вот, сейчас время 10, 15 минут 11. И ребята, наши друзья позвали на квест. Вот. Я, которая просто сонная, говорю, ну ладно. И они говорят, что квест в час. И я, конечно, не сразу... Ну, не то, что не согласилась. Я подумала, ехать или нет. Потому что завтра мне вставать в 10 на ногти. И потом завтра еще на день рождения ехать в Москву. Потому что у меня на следующий день ранняя явка. В 4 утра вставать. Ну, в общем, конечно, я вот уснула, вырубилась. Но я себе позволяю это делать. Потому что, правда, когда получается поспать, я сплю, когда хочется. Потому что я очень сейчас мало сплю. Это, безусловно, плохо. Вот. Ну, а я уже собралась. Хоть на квест еще через 3 часа. Вот. Ну, мы, наверное, выйдем на улицу. Погуляем. Ну, как погуляем? В такую погоду, конечно, не погуляешь. Посидим в лагаду по вкусной точке. Вот. Так что вот так. Такая смотрю по сторонам. Что еще хотела сказать? Не знаю почему, но под моим видео в прошлом ноль комментариев. Я уж думаю, может быть, там какая-то настройка не настроена, что там нельзя писать комментарии. Но нет. Вроде проверила. Все окей. Конечно, немножко обидно. Но ладно. Что уж там поделать. Хочу составить список вопросов и ответить на них. Ну, буду не на все отвечать. Так, основное что-то расскажу. Потом, если будут вопросы, уже буду отвечать на вопросы, которые зададите вы. Видок, конечно, у меня не самый лучший. Сейчас губы накрашу. Хотя бы чуть-чуть буду. Наверное, получше выглядеть. Ну, я еще поспала. Тут минус тушь. Ну, в общем, сейчас подправлю. Что еще хотела сказать и забыла. А, в общем, помните, я говорила, что я купила в iCloud 50 игров. Короче, это для меня полная фигня, потому что мы бы тебя не умеем пользоваться. Может быть, так и есть. Что когда ты выгружаешь, тебе нельзя удалять видео с фотопленки. И как бы, ну, если ты удалишь, то они удалят свои Cloud. Просто я, значит, монтирую видео и хочу его сохранить на фотопленку. Мне пишут недостаточно памяти. Извините, у меня 17 игров из 128 с выгруженными фотками. Мне пишут недостаточно памяти. Ну, я не знаю, как и с чем это связано. В общем, я купила в другом облаке место. И все сейчас туда перекидываю. Закрываю подписку в iCloud и все. Буду попривычнее вгружать туда фотки и удалять с телефона, чтобы у меня там было именно свободно в телефоне. Не знаю, поняли вы или нет. Мы приехали на квест. У нас страшно, мы сейчас пройдем. У меня какая-то психушка. В общем, страшно. Панам нас еще не мое. Привет, ребят. Я проснулась. Мы сюда приехали где-то в полпятого. После квеста у меня очень страшно было. Я даже там до слез ругалась. И в 10 часов я проснулась. То есть поспала 5 часов. Сейчас я просто в ужасном состоянии. Ну, в виде, поэтому не обращайте внимания. Такс, я уже вышла с ногтей. Вот такие вот у меня ногти. Проснулась с большим трудом. Встала, еле встала. Помылась. И сейчас я уже собираюсь на день рождения. Думаю, что надеть. Но вроде бы решила. Потом вам покажу. Вот. Но единственное, не знаю, что сделать за головой. Не хочу распущенные волосы. Потому что я сейчас помыла голову. А завтра у меня ранняя явка. И я не хочу мыть. Открыла шкаф. Ну, чтобы включить свет. Поэтому sorry. Ну, не закрыла. Вот. В общем, завтра не буду рано утром мыть. Вот. Хочу забрать, чтобы они не пачкались. Не знаю, хвост или нет. В общем, еще пока не решила. Так, все. Вот так вот я пойду. Не стала я делать хвост. Пойду с распущенными волосами. Потому что с хвостом мне не нравится. Как я выгляжу. Вот такие вот цветочки купила Антошка. Красивенькие. Алло, братуха, что-то не открывает. Уже подъехали. Уже пришли в кафе к Глебу. Просто на всех праздниках собираемся. На дни рождения. Ну, в общем, все праздники выпускные. Вот. Такая обстановка. Тут вот куча еды сейчас будем. Разбил стакан. Идет его убирать. Давай убирай. Шагу назад. Разбил, разбил. Ты на большую волну тебя цылаешь за твою милость. И на пределе кове это минус. И бутики уже не рады. Всем привет, ребят. Я уже прилетела с Кирова. Сегодня мы быстренько прям так отлетали. Вообще прелестно. Здорово. И время уже там 12 часов дня. И я уже здесь дома. Мы, получается, приехали сюда вчера. Нужно сейчас будет что-то приготовить. Поесть. Там достать вообще. Посмотреть, что есть. Из того, что приготовить. И потом, конечно, я бы хотела убраться. Еще я буквально сегодня узнала о том, что на Apple Watch можно, не знаю, вам видно, короче, смотреть. Есть окошко, где можно смотреть, что ты записываешь. Мне кажется, я буду всегда ванны снимать. Потому что здесь, наверное, единственное место, где более-менее хорошее освещение. Ну, не считая дневного. Просто днем сейчас пасмурно. И в комнате на кухне темно. А там свет у нас две лампочки. А здесь прям идеальное освещение. Я бы хотела, конечно, поменять вот эту вот синюю шторку. Она уже мне надоела за этот год. Вот. И как-то она сюда вообще не подходит. Черно-белая ванна и серая штора. Ой, синяя штура и синее коврики. Я бы хотела поменять. Готовка отменяется. Перекусим пиццей. Может быть, вечером что-то приготовлю. Ну, не может быть, а приготовлю. Хочу сырники сделать, потому что, чтобы завтра тоже в рейс взять. А то я вообще сегодня голодала. Что-то за пицца. Пицца. Ай-яй-яй, вкуснота какая. Ну, не текут у меня. Что это? Соусы. Так, я пришла на кухню. Сейчас буду готовить суперпростой ужин. Сделаю котлеты. Как сделаю? Пожарю готовые котлеты. И, наверное, отварю рис. Все очень просто. Вот. Чем снимаю, не знаю. Как будто бы... Кстати, банки из-под кофе. Как будто бы такое прям... Это естественное? Ну, ладно. Да, у меня таких раз, два, три, четыре, пять банок из-под кофе. Вообще прекрасно выглядит. Вот. Вот, посмотрите. Здесь гречка, рис, сахар, кофе, мука. Вот такая вот организация. Разморозила котлетки. Сейчас пожарю быстренько. Смотрю рис. Кстати, я вообще не хочу есть. Антон тоже. У него сейчас вообще будет пара. Вот. Ну, на завтрак, чтобы я пришла, там, после рейса поела. Антон, не знаю, что будет. Может, он пить сюда ест. Может, это поделит. Сейчас напомню. Все поставим. Сейчас подсалим. Подсолим, как правильно. Кулинария тут прям нежесткая. И все. И супер простые такие-таки укладываем. И все. Вот такой вот у меня будет простой ужин. Ну и пожарим котлетки. Ой. Так-с. Нажала на, собственно, запись через часов. Не знаю, мне это прям так прикалывает. Так-с. У меня тут еще сурок лежит. Я думаю, что он уже просрочен. Так, что вам сказать? Я сейчас пойду купаться. Делать спа-процедур. Вот, у меня появилась маска. Мы привезли ее давно еще. Но я не пользовалась ей. Маска для лица. Сегодня хочу попробовать. Вот. Люблю, конечно, я купаться. Там со всякой пенкой. Всякими бомбочками и так далее. Вот. Поэтому сегодня себе устрою вечер такой релакс. Завтра опять вставать рано. Вот. Что еще рассказать? А, подготовила вопросики, которые я хочу сама себе задать и сама ответить. Вот. Но думаю, что я уже не сегодня это сниму. Уже, наверное, отложу на завтра. Вот. И там пять вопросов я выделила таких более основных. А вы там уже можете задавать. Но это я уже говорю сколько недель подряд. Никто не задает. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну котлетки какие мягенькие, хорошенькие, размороженные. Мммм, красота. Все выкладываю. А, завтра в рейс. А что я, кстати, в рейс-то возьму? В общем, подумала даже о себе. Ну ничего, похоже, буду голодать. Просто такую еду я не могу брать. Ну, то есть, полноценную. Потому что у нас негде разогреть. У нас, типа, печи. В печках ты можешь только в стеклянных контейнерах разогреть. Ну, просто я как-то такую еду есть в самолете. Как-то мне не очень нравится. Я люблю там сырнички, допустим, сделать. Либо блинчики. Кстати, можно блинчики пожарить. Мне просто завтра такие рейсы короткие. Что там не успеешь что-то, блин, покушать. Чисто перекусить. А чисто перекусить, это вот... Я даже не знаю, что делать. Не знаю, какие вообще вы выброшу. Тут еще такое освещение топовое. Ладно, руки все в котлете. Сегодня, кстати, я опять уснула. И не убралась. Вообще ничего не делала. Я себя вообще никак не виню за это. Потому что, если я хочу, если я могу, там, состояние, я это беру и делаю. Вот. Но сейчас мой организм должен восстановиться. Поэтому я сплю, когда хочу, тогда и сплю. Вот, сегодня приготовлю, завтра постираю его, беру квартиру, наверное. Просто после рейса вообще ничего не хочется делать. Ну и когда кто-то в доме, ну как кто-то, то есть Антон, я не люблю убираться. Я люблю, когда никого нет. Я могу все, там, убрать. И мне так лучше. Ай! Вот еще что. На следующий, точнее, не на следующей неделе, а на следующий месяц мне прислали план. И у меня каждый четверг рабочий. Поэтому, скорее всего, я буду стараться выкладывать видео в пятницу. И то. Не знаю. Но, надеюсь, что будет получаться выкладывать в пятницу. И, опять же, зависит от интернета. Он здесь вообще минимал. Он очень здесь спокойный. Так, я сделала чай. Сейчас отнесу Антошке. У него уже началась пара. Он тут занимается. Держи. Я еще не зашел. Спасибо. В общем, телефон вырубился. И я тут говорю. И не вижу. Не смотрю на таймер. В общем, пена желе вообще не пенится. Кто-то спускается. Сори за звуки. Короче, пена желе вообще не пенится. Она мне не очень, как бы, нравится. Но я все равно пользуюсь. Потому что, что мне еще делать? Потом вот такая вот есть пена обычная. Вообще тоже не пенится. Я не знаю, в чем прикол. Я, правда, не знаю. Но, как бы, я добавляю немало. И у меня вообще не пенится. Тут вот привычка Антона мыться так, чтобы вот тут вот такое вот было. Потом он оставляет щетку. Тут все. Ну, в общем, мальчики. Ладно. Потом вот есть такая соль. Она приятно пахнет. Но она обычная такая белая. И есть мерцающая. Она такая прям переливается. Очень красивая. Я, наверное, ее использую. Потому что давно уже не пользовалась. И возьму, наверное, пену желе. Вот. Все. Бумбочек у меня нет. Закрываем и наливаем. Возьму себе чаек. Сейчас я смою еще косметику. И все. И начну кайфовать. Вот, собственно, вся пена. Если это можно так назвать. Не то, что я хотела. Вот. Чуть-чуть вот этой пыли. Ой, пыли. Соли добавила мерцающей. Я уже вышла из ванной. У меня жестко стали облазить ноги от загара, которые уже несколько месяцев у меня на ногах. Ну и везде, собственно. Сейчас увлажнила кожу. Вот как раз таки открыла вот эту вот штуку. Намазалась. И сейчас вот у меня такая маска. Глубокое увлажнение на основе розовой воды. Пахнет, собственно, розой. Цвет, конечно, не самый красивый. Так, кисточки у меня нет для нанесения масок. Главное не испачкаться. Я сняла просто полотенце с головы. Будет ее оставить на 10-15 минут. И потом смыть теплой водой. Ну, в общем, как и, наверное, на любой маске. Я нанесла эту маску, как будто бы я... Мне 5 лет. Я нанесла мамину тоналку. Оттенок мне подходит, конечно же. Вот так это выглядит. Все, через 10-15 минут смоем и пока. Все, я смыла маску. Хоть она тяжело смывается, но мне вообще так нравится реально. Вот ощущение после нее. Прям такая кожа. Бархатная, хорошая. Прям приятные ощущения. Конечно, у меня лютые синяки под глазами. Просто трэш. Не знаю. Опять пойду чай заваривать. И кушать свои котлеты с рисом. Все, я высушила свои любименькие волосики. Просто я обожаю свои волосы, правда. Хоть ничего такого особенного я с ними не делаю. Просто в детстве меня мама стригла. Под мальчика. И все. Я ухаживаю. Ну, стригу их как бы. А так, не на какие-то ботоксы. Там, что еще бывает. Кератин. Я даже не знаю, как это отличается. Потому что мне это не надо. Мне парикмахер сказал, что, Маша, тебе это не надо. Все, и так все в порядке. Поэтому я их только стригу. Ну, и завершение моего, так сказать, спа вечера. Это будет масло для кутикулы. У меня очень сушатся руки. В том числе кутикулы. И я увлажняю ее. И поехали. Увлажняться. Надолго не хватает. Я вот утром сегодня перед рейсом тоже мазала. Но в полете очень сушится кожа. Но кутикула у меня вообще всегда сухая. И вот так вот еще стираем. Кожа головы, кожа лица прям такая бархатная. Мне очень понравилась эта маска, правда. Там даже не ожидала. Ну и все. Теперь я точно ухожу заваривать чай и кушать свои котлеты. Ура, я прилетела. И иду. Смолеты там садятся. Иду домой. Так хорошо. Время без пятнадцати час. Я уже освободилась. В общем, сегодня по плану сделать все домашние дела. Постирать, убрать все. Завтра она также ранний вылет. Вот. Я уже привыкла к такому. Но потом ночные как пойдут. В общем, как всегда. Перестройка. Это тяжелая, конечно. Но такова работа. Сейчас я иду домой. Как я уже сказала, зайду в магазин. Хочу делать сырнички. Ой, встала уже идти. Все. У меня уже часы написали, чтобы я тренируюсь. Закрылось кольцо активности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. И мой долг выполнил. Постирала даже. Там просто вообще все в вещах. Давно тоже не стирала. В общем, прям выполнила программу максимум. Вот. Конечно, еще бы полотенчики постирать. И вообще тогда прелестно было бы. Но там уже некуда ешить. Реально. Все веревки заняты. Ну все. Я пошла пить чай. И чуть-чуть отдохну. Потом буду готовить. Еще пока не знаю, что. Надо придумать. Так. Я делаю ужин. Варю макарошки. И сделаю их с курицей в сливочном соусе. Вот. Будет вкусненько. И еще сырники сделаю. Вот. У меня тут киви купила. Ну все. Такая красота у меня получилась. Просто хозяйка года. Все. На этом мой план на день просто перевыполнен. Приятного аппетита. Так. У нас прямое включение с этой уже известной ванной. Я надеюсь, она вам не надоест. Я прилетела. Сегодня был прикольный рейс в Калининград. На выходе уже в Москве подошла девушка и вручила нам шоколадки. Прикреплю где-нибудь здесь фото или видео. Вот. И получается она сказала, это вам, а это пилоту. Мы открываем. А там целое послание для пилотов. Для нас тоже там. Вот. Очень приятно, конечно, такое получить. Я первый раз вообще получила шоколадку такую. С благодарностью. Вот. Мы ее поделили. На четверых. Я разберу свой пучок. И что я хочу вам сказать. Влог уже уходит на где-то там 25 минут. И что я думаю. Давайте я в следующем влоге отвечу... Ну, не отвечу на вопросы, а обсужу с вами некоторые вопросы, которые я составила. Может быть, кто-то еще. Все-таки надеюсь на то, что кто-то еще что-то спросит меня. Вот. И уже в следующем влоге я подробно там подольше вам порассказываю, чтобы сейчас не получался большой влог. Как бы я не против больших влогов, но просто мне это выгружать очень долго. Я вот сейчас зато смонтирую, поставлю его выгружаться. И к завтрашнему, послезавтрашнему дню он у меня выложится на YouTube. Поэтому давайте сделаем так. Я думаю, что вы не будете против, потому что ответы на вопрос никак не изменятся. Никуда ничего не денется. Вот. У меня, конечно, после пучка прическа нереальная. Вот. Ну ладно. Сегодня буду мыть всю голову. Вот. Ну и тогда в следующем видео с вами все подробненько обсудим. Ну как? Насколько это возможно? Вот. Прелестная прическа. Извините. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вы досмотрели видео до конца. Не зря же я тут стараюсь для вас что-то вещать. В общем, до следующей недели с вами прощаюсь. Всем пока. Хороших выходных.